Дорогие братья и сестры, сегодня вся полнота православной Церкви совершает празднование светлого и радостного преображения Господа нашего Иисуса Христа. Это событие описывают все четыре евангелиста. Настолько оно было важно и имело такое наседательное утешительное значение для апостольской общины. Праздник преображения, он был не в августе происходил, а происходил за несколько дней для Пасхи. И он имел очень такой издательный смысл. Как повествует-то Евангелие, что Господь сказал апостолам, что некоторые из вас не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И вот апостолы, приняв это слово, они не удумевали, как это мы можем увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе, не вкусив смерти. И вот далее Евангелие говорит, что шести дней после этих слов Апостол, Господь взял апостолов Петра, Якова и Иоанна и стал подниматься с ними на гору. Эта гора называлась Фавор. Они не понимали, до чего Господь их ведет туда, но чувствовали, что что-то, наверное, они хочет им важное показать или сказать. И вот они в молчании зашли на эту гору, и Христос стал молиться. А апостолы, трудившись от подъема, они уснули. И вот вдруг они, когда проснулись, то увидели, что в учителях сияет в неизреченной славе. Одежды его сделались белые, как свет, а лицо стало сиять, как солнце. И увидели рядом с ним стоящих двух ветхозаветных праведников. Это был пророк Илья и святой праведный Моисей, которые беседовали с Иисусом Христом. И нам через апостолов было донесено то, о чем беседовали великие пророки с их учителем. Они беседовали о предстоящем Ему исходе, о страданиях Иисуса Христа, о Его воскресении. И вот апостолы, когда увидели это, такое чудо, они в страхе и трепете пали на землю, лица свои преклонили и пребывали в таком трепете. И еще больше они испугались, когда на гору зашло облако, и они услышали глаз из этого облака, глаз Бога Отца, который говорил, что это Сын Мой возлюбленный, того послушайте. И когда они так вот в таком трепете лежали, боясь даже пошевелиться и подняться, поднять свой взор, взирать на происходящее, то вдруг почувствовали, что кто-то и прикоснулся к ним. Когда они поднимали Иговору, то они увидели Иисуса в обычном Его виде, в котором они Его привыкли видеть, и который сказал, что пойдемте, нам нужно продолжать служение. Только никому не говорите о том, что вы сейчас видели до Его воскресения. И вот апостолы сокрыли это в своем сердце. А после воскресения, конечно же, они стали проповедовать, что мы видели славу Божию, славу Иисуса Христа, Его Божества на горе Паморсти. И вот почему это событие произошло. В кондаке праздника говорится о том, что Господь преобразился предапостолами, дабы, когда они увидели Его распинаемого, они уразумели страдания вольные. То есть, насколько было людям тяжело увидеть и признать под этой человеческой природой Бога, что нужно было какое-то сверхъестественное свидетельство. Вот тяжело людям того времени, даже апостолам тяжело было признать, что вот этот человек, который я вижу, слышу, с которым я могу беседовать, с которым я могу осезать, есть одновременный Бог. Как это вообще может быть? Бог, который все создал, который содержит весь этот мир, во всем заботится, во всем промышляет, который все знает и все может, он рядом со мной. Как это вообще может быть? Просто у них это не укладывалось никак в голове. Не могу уложиться. И вот, когда бы они увидели Его еще и страдающим, то это было вообще сверх понимания человека. Как Бог может страдать? Как может Бог себя отдать людям, чтобы пройти такое-то унижение, скормление, саму смерть? И чтобы вот они не соблазнились, что это, наверное, мы не ошиблись. Иисус не был Христом, а просто каким-то великим человеком. Так вот, Христос показал им свою божественную славу. Как вот эта человеческая природа отошла на второй план, и вот эта божественная природа, она просияла, как солнце, даже ярче, чем солнце. И апостолы засвидетельствовали это, потому что они были свидетелями славы Божьей. Это с одной стороны, да, значение таинства, преображения. С другой стороны, как бы Господь дал всем нам увидеть, какой славы сподобятся праведники. Потому что Моисей и Илья, которые с ним рядом были, они тоже были пронизаны вот этим светом. Они были людьми, да, они были ветхозаветными праведниками. И вот, несмотря на то, что они были людьми, Господь дал им вот этот вот внутри их свет, вот эту благодать, которая преобразила их. И как бы нам тоже дает это Господь увидеть, что каждый, кто сподобится рая, он достигнет такого состояния, которого мы сейчас даже представить не можем. Мы совершенно не способны в понятии даже представить, то, что нас будет ждать. Это, как знаете, вот младенец утроби матери, он даже не представляет, что его будет ждать после родов, да? Вот. Он может верить в жизнь после родов, может не верить. Вот. Может по-разному относиться, верить в маму или не верить в маму. Но когда он родится, он увидит, что для него открывается новый мир, да, новая реальность и новая жизнь. Так же и Господь нам постоянно об этом говорит, что люди, для вас вот эта жизнь временная, земная, это только коротенький период, который вы готовите к вечности. Вот. Впереди вас будет ждать другая жизнь, наполненная для одних великой славой, честью, радостью, полнотою, гармонией, смыслом, а для других нескончаемым унынием, скорбью о том, что он мог быть участником божественной любви и жизни, но сам по своей воле, по своему нерадению, лени какой-то, он это упустил, да, упустил вот этот Богом данный шанс вот в этой жизни. Поэтому, дорогие мои, мы верим, у нас в нашем сердце эта вера есть, у кого больше, у кого меньше. Иногда она колеблется, когда мы можем видеть какие-то настроения в жизни, когда мы можем слушать каких-то людей, которые верующие в своей неверии сеют вокруг, вот, и мы можем как-то это сомневаться, колебаться, малодушиствовать. Но Господь вот нам постоянно дает вот эти вот свидетельства. Он раньше в древности давал как преображение свое. Мы знаем, что, например, Серафим Саровский, да, наш праведник, который жив буквально 200 лет назад, он также был прославлен Богом такой же видением такой же благодати, да, то есть, он просиял как свет, его лицо стало светлое, как солнце. Да, об этом свидетельствует его такой почитатель Николай Маталилов, который был рядом с ним, когда вот преподобный Серафим Саровский приоткрыл ему ощущение благодати, которое дарит Господь праведным своим. И вот когда Маталилов не понимал, что же такое пребывать в благодати Божьей, тогда Серафим Саровский взял его за плечи, и лицо преподобного Серафима просветилось, как просветилось лицо Христа. И оно стало такое, как ярче солнечного света, как говорит Маталилов. И говорит, представьте, что в самый полуденный жар солнца, когда оно стоит в зените, и в самой яркости свое сияет на землю, вот в этом яркости солнца мы видим лицо тебе знакомого человека, который разговаривает с тобой, но этот сверх не ослепляет тебя, он как бы тебя проникает, и так радует, такой благодатью наполняет, что невозможно это все описать. Вот, то есть, получаясь для Маталилова маленькое такое преображение его личное было, когда Господь не так давно, 200 лет назад, объявил вот это чудо. Это для чего было? Опять-таки, для нашего подкрепления, потому что, чем дальше в веках отстоит от этого события, то люди все менее и менее имеют этому веру. И вот Господь потихонечку иногда так вот укрепляет нашу веру, чтобы мы не сомневались, чтобы мы верили, чтобы вот эти житейские дела какие-то, нестроения, скорби, всякие обстоятельства жизненные, не подрывали нам нашу духовную жизнь, чтобы они не подрывали нашу веру, веру в жизнь в гречную, в Бога, в то великое предназначение, которому каждому из нас уготовлено. Судя апостол Павел говорит так, что каждый из вас имеет потенциал, вот это подобие Божие, которое, раскрывшись, может быть не меньше, чем у ангелов. Если ангелов он создал как служебный существ, то человек он создал как собеседника себе. И ангелов создал в великом множестве, а человека создал в единственном числе. И вот мы, Божья Матерь, чествуем, как честнейшую хирургию, слабнейшую без сравнения с Серафимом. То есть она выше и сравнена, чем ангел, хотя она человек. И вот мы с вами люди, и мы сейчас пребываем в таком состоянии, униженным грехом. Мы порабощены греху. Грех давлеет над нами, властвует во всех наших проявлениях, в уме, в сердце, в чувствах. И вот мы находимся под этим временем, игом греха. Но так будет не всегда. И мы к этому призваны, чтобы, потрудившись немного, со своей стороны употребив усилия, показать Богу, что мы ищем другого, что мы желаем этого, хотим быть с Ним. И тогда Господь, видя нашу веру, наше усилие, которое может быть, знаете, на нашем взгляде тамтание на месте, но оно, по крайней мере, есть это усилие. Это Бог очистит нас от этого всякого грехолизма, из нас страсти, грехи, болезни, сбор, безстрадания. И наполнит нас вот этой своей полнотой жизни. И тогда человек возрадуется и не будет уже помнить тех скорбей, которые были, а будет только радоваться благодарить Бога, за все благодарить Бога, за каждый скорб своей земной жизни. И причем он будет считать, что он не заслуживает такой радости. Не было таких скорбей, на которые он понес, которые бы явились источником этой радости. Поэтому, дорогие мои, такие праздники, как вот преображение Господне, вот свидетельство Божьей любви к нам, они дают нам еще раз, еще и еще раз вспомнить о нашем предназначении, чтобы мы укрепились терпением, укрепились на самом пути шерсти к Царству Божию. Не молодуши, но мы проявляем эту твердость, ревность и веру, и благодарность нашему Богу, который готовил нас, который нас очень любит. Всегда к вас, дорогие мои, поздравляю с этим праздником, таким радостным, жизнеутверждающим. Также в этот день моя церковь, она по традиции освящает приношение плодов земных, как бы приносим это благодарение Богу. Господь их нам дал. Вот посмотрите, я все время удивляюсь, разве нужно было какому-нибудь там арбузу быть таким сладким, да, или какие-то яблоки, или виноград, очень сладкий на вкус, да, ведь сколько таких растений, которые просто распыляют свои семена для того, чтобы размножаться, одуванчики всякие там, да, многие другие все остальные растения, а вот некоторые растения Господь сделал такими, вот чтобы питать нас. Они не просто так сами произошли и выросли такие сладкие, а для того, чтобы Бог создал, чтобы мы их вкушали, помнили о рае сладости, это знаете, остатки рая сладости, вот эти все вкусности наши, которые мы кушаем, фрукты, вот, чтобы вкуша их вспоминали о том, что вот этот рай, где Адам был очень хорошо и который он потерял, он нас ждет, вот, и Господь, он нас там ждет. Поэтому, внушая плоды, вспоминаем о рае, вот, и укрепляемся и телом, и все. Спасибо Господи вас всех, дорогие мои, у нас теперь сложно будет.